Добавил определение жизни, я под эти слова подстраивал жизнь состояния кристалла. Все подходит на кристалл, он живой. Значит, определение жизни не точно. Не возражаю. Ну, кристаллы, может, там не подошли туда идут, там тоже генетическая информация и так далее. Ну, в принципе, я не возражаю. Дать определение такое абсолютно логическое, безупречное, я перечислял набор свойств. Да. Ну, например, там размножение кристаллов. Да, пожалуйста, please. You used the idea of quantum graphs and quantum networks. Yes. Do you mean that this at the biological or chemical level? On the abstract graphs? No, I think it's appropriate. Yes. Even there are some numerical computations appropriate for real photosynthesis. По photosynthesis? Да, я-я-я. It's nice mathematical models, вот, сурпраздник для вина и с разы реалистик. Да, пожалуйста. А вот можно в выражении мгновенной редукции волновой функции заменить слово мгновенной на очень быстрое? Ну, заменить можно, да. И этот вопрос исследовался лучше всего начать с книги фон Неймана. Собственно, он автор последовательной теории квантомеханических измерений. У него уже была модель. То есть, можно так рассуждать. У нас есть макрообъект, прибор, который взаимодействует с микро. Но макро этот прибор, он тоже квантомеханический, в принципе-то. Поэтому все должно описываться унитарной эволюцией. Спрашивается, как же из этой унитарной эволюции получится неунитарное мгновенное, ну, или там, быстрое преобразование волновой функции. Это коллапс. Вот на этот вопрос не удается ответить. То есть, логически ничего страшного пока не предвидится, если мы будем избегать слово мгновенное, а употреблять слово очень быстрое. Так что оно представляется для нас. Нет, вопрос тогда, в какой момент произошла редукция. В тот ли момент, когда произошло взаимодействие. А если это некий процесс, но занимающий очень маленький интервал времени. Нет, вопрос, редукция волновой функции в какой момент произошла. Когда мы осознали, что там что-то случилось, у нас в голове эта редукция происходит, или в реальности. Нет, нет, ну смотрите, ну даже с поверхностью воды, вот, она стала гладкой. Это же не мгновенно, а некий процесс. Стала гладкой, но откуда была? Изменилась. Нет, нет, откуда была? Была одна волновая функция, а стала другая. Почему обязательно наставить, что это мгновенно произойдет? Откуда вы узнали, что она стала гладкой? Нужно измерение произвести. Ну, соответственно, сознание вплетается. Еще я сразу... Вот в этом-то и проблема. Вот модель Бенроза-Хамерова, просто ваше личное отношение к этой. Модель Бенроза-Хамерова. Правильно, надо было упомянуть. Это одна из премиативных вещей. Но я скептически отношусь. Спасибо. Обожеланное распределение, почему всегда считается вероятностью? Почему, если у нас есть распределение интеград, который в районе единицы, почему это всегда именно вероятность? Почему это распределение невероятности, а не распределение чего-то? А, нет, ну, вспомнишь, что такое вероятностная мера. Просто не отрицательная мера, а не вероятность. Ну, вероятность по смыслу, это немножечко вещь, связанная с какими-то испытаниями, какие-то генеры переходы. А математически я понимаю, это не одно и то же. Но почему вот это вероятность в физике называть вероятностью? Ну, сначала давайте математически, что такое вероятность. Значит, мы знаем, есть Хомогоровская... Ну, распределение нормировано. Почему теория и фактически это часть теории меры. Почему теория и меры имеет отношение к жизни, это интереснейший вопрос. Андрей Николаевич, как вы знаете, на склоне лет предложил другое. Он был не удовлетворен своим этим определением, ксимологическим подходом. И предложил другой подход, через форму. То есть, и на этот вопрос, это предмет для длинной дискуссии, может быть. Хорошо, спасибо. Да. Здесь ситуация еще усугубляется тем, что у нас, а кстати, интересный исторический факт. Хомогоров и фонноймон для классики, для классической вероятности, и фонноймон для квантовой вероятности, примерно в одно время писали. Иногда спрашивают, а почему же фонноймон не учелся, как все эти Хомогорова? Это просто они с удивлением. Оптимальный, вы считаете, построение квантовой механики, на основе, в теории Гитверсове спрашивают. Ну, для стандартной квантовой механики это не абсолютно. Может быть, это просто была дань моди, когда 20 казахстерят Гитверсове спрашивалось и это правильно? Я понимаю, да. Обобщать можно, но я не вижу реального творческого идея. Там вероятность и так далее. Хороший формализм только... Это искусственно, а не связь. Нет, мое мнение, что выйти не удается. И нет необходимости уходить из Гитверсове спрашиваться. Доктор, пожалуйста, Валерийович, когда про жизнь, это измеримое понятие. Скажите, если измеримое, то если там вероятность... Нет, вы знаете, вопрос интересный, и практически даже. Вот скажем, клиническая смерть. Там органы забирают, так спрашивают, человек умер или нет, в какой момент можно у него сердце там... Вот оно четко определено или... Нет, конечно, конечно, нет. Здесь переходный какой-то этап, и это дело... Тут именно аморальные проблемы, и физические, и медицинские, и так далее. И финансовые. Ну, все. А вот если вернуться к тем, к той задачке, которую, ну, Афинский, как-то рассказывал, занимался не только... Симметрия живого и несимметрия живого. Громче, пожалуйста, я не слышу. Дайте мне всякие, можно ли? Громче, пожалуйста, я не слышу. Ну, вот есть известная Кальданского и Лаветисова работа, связанная с симметрией и несимметрией. Ага. Там, жизнь, это квазикристалл, он как-то так вот писал. Оттуда, кстати, генетика-то и зародилась. Что касается связи с работами Лаветисова и других, он не поэтический подход. Я сейчас не вижу связи. Хотя я и тем, и другим занимался, но конкретно-то другие. Было бы очень интересно.